я рад вас всех приветствовать с вами снова александр сегодня хочу вашему вниманию представить новиночку девятнадцатого года от компании эспира модель называется бета изофикс это польская компания кто не помнит и та самая польская компания которая делает вообще что коляски что автокресла с очень хорошим соотношением цены и качества они действительно вот поменять здесь именно какого хорошего европейца и можно продавать ощутимо дороже прокатит но это я вам так просто объясняю насколько они интересны и по качеству вот поэтому сегодня мы рассмотрим с вами модельку бета изофикс это категория 1 2 3 то бишь с 9 месяцев до 12 лет можно возить ребенка соответственно разберем с вами как сюда посадить ребенка как его прикрепить как кресло прикрепить как она регулируется и в конце естественно мое мнение так смотрите кресло 1 1 категорию включает себя значит 9 месяцев мы сюда можем посадить ребенка а 9 месячного ребенка нужно крепить пятиточечной системой ремней это вот такая система соответственно она у нас классическая с металлическими застежками объединяем застегиваем и соответственно по длине регулируем здесь есть кнопочка которую нажимаем и вытягиваем ремень по одному собственно это что касается регулировки этих самых ремней и что еще касается регулировки в этой модели очень грамотная система регулировки высоты подголовника и ремней она регулируется высота подголовника вместе с высотой ремней они здесь взаимосвязаны это очень удобно это облегчает жизнь раньше многие производители делали что нужно вытащить сзади переставить засунуть снова ремень отпустив подняв ну на самом деле такое себе занятие сейчас все круто подняли опустили вот кстати высота подголовника сюда вам виднее так как до 12 лет нужно уместить большого ребенка вот смотрите здесь подросток поместится без проблем вот так же что для маленького ребенка здесь есть здесь есть вкладыши которые можно вытащить это для 9 месячного напомню обязательно используйте потому что ему это не помешает для лучшей фиксации и для мягкости вот как этот вкладыш выглядит с обратной стороны он полностью дышащий так что в летнее время года должно это как-то ему помогать меньше потеть ребеночку собственно вот мы вытащили и мы видим пространство для ребенка которая у нас образовалась она очень вместительная мы мерили сюда детей кто приобретал очень довольны пол посадки я вам не с неба беру сейчас эту информацию а реально сам это все наблюдал поэтому говорю как есть так что касается крепления ребенка с 9 месяцев до метра роста мы с вами разобрались это вот эти ремни когда ребенок достиг роста в метр мы эти ремни демонтируем они отстегиваются убираются вот давайте представим что я их убрал дальше ребенок с метра роста крепится взрослым пристегивается взрослым ремнем соответственно взрослый ремень у нас проводится специальным направляющим в подголовнике это очень важный момент провести именно здесь ремень это очень очень важно к этому снеситесь серьезно потому что он так и называется направляющий он направляет на нужное место ремень если бы его здесь не было ремень бы при дтп мог спокойно перескочить на горло а это очень сильно опасно соответственно за этим смотрите чтобы ребенок сам без вас там его не вытащил он навряд ли вытащить здесь на самом деле очень хорошо крепится ремень в эту проушину и ребенку достать его оттуда навряд ли получится разве что уже взрослому ребенку в общем вот так у нас пристегивается взрослый ребенок с этим тоже разобрались соответственно давайте о комфорте ребенка поговорим что у нас комфорт материал и угол наклона по материалу вот развернусь к теме а соотношение цена-качество вот такие материалы тактильно приятный использую обычно в креслах подороже сейчас же мы имеем вот за эти деньги такую ткань ткань отличная приятная не раздражающая даже вот не трогать приятно это что касается ткани и у нас есть регулировка наклона когда ребенок едет лицом вперед нельзя лежать поэтому вот это максимальный угол наклона который мы можем получить при движении лицом вперед не нужно ждать от кресла с 9 месяцев это кроватку нельзя это не безопасно кстати что касается безопасности это кресло соответствует стандартной безопасности с 4404 это говорит о том что ребенка доверять этому креслу можно плюс ко всему стоит еще дополнительно система которая гасит энергию при боковом дтп они установлены вот здесь по бокам и когда происходит боковое дтп первым на себя удар принимает эта система и она рушится гасит энергию удар и потом уже принимает удар на себя каркас это очень хорошая вещь это бывает система только в более дорогих вообще в принципе креслах опять же цене качества сейчас говорю так теперь давайте посмотрим как его устанавливать что у нас здесь есть для установки кстати вес кресла 15 килограмм вот минус у него какой он тяжелый он весит как большая коляска поэтому из машины в машину лучше переноску доверять супругу потому что мамочки будет тяжеловато это делать так смотрите все стандартно якорный ремень его мы пристегиваем если у вас седан за подголовником есть крышечка с якорным ремнем нарисованы вот туда цепляем и натягиваем это чтобы у нас была верхняя точка крепления снизу же у нас стандартный изофикс и что удобно видите изофикс я могу доставать по одному и это удобно при креплении в один вытащили попали потом уже с вытаскиваете 2 тоже попадаете но если они сразу вы же но тяжело попасть одновременно в 2 и пока одним цель с другим можно немножечко кожу поцарапать еще что-то вот это вот на самом деле система классно и удобно и поэтому просто пристегиваем до щелчка ну про якорный ремень я сказал мы его сзади пристегиваем кстати если не седан а другой тип кузова универсалы джипы там что угодно обычно скобка металлическая на спинке располагается самого сиденья за редко случаях где-то на полу но это редко бывает соответственно на пристегиваем натягиваем ну и и изофикс задвинули все так сидим так отдыхаем собственно подытожу эспира бренд мне нравится он не топовый естественно но и стоит он соответствующих денег но за свои деньги повторюсь у них нет плохих продуктов в целом если вы посмотрите на этот бренд все соответствует цене качеству причем качество очень хорошая цена невысокая гарантийных обращений практически вообще я не припомню эспира и соответственно вот от бренда приятные ощущения как-то к нему и относишься похуй так хорошо потому что претензий нет вот ребенка доверять можно можно комфортная комфортная ткань хорошая хорошая безопасность прекрасная вот и изофикс якорный ремень я не знаю к чему придраться в целом кроме веса я вам про него уже сказал но реально тяжеленный ну 15 килограмм для кресла это много поэтому если что-то ищите для себя цена качество смело на него обращайте внимание даже рекомендую очень на него бросить обратить внимание на что за эти деньги мало конкурентов у него предлагающих то же самое по всем моментам который я озвучил поэтому ссылка на него в мир автокресел внизу в описании есть пройдите посмотрите но вам я хочу пожелать хорошего гранатного выбора автокресла для вашего ребенка и до свидания